Саламу алейкум и рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Каждый из нас мечтает о совершении хаджа и умры, посещении святых мест. Но однако Всевышний Аллах дарует этот шанс не всем, и возложил Он эту обязанность не на всех, а только на тех людей, которые имеют и материальную, и физическую, и иную возможность. Но однако в хадисах посланника Аллаха упомянуты некоторые деяния, которые по своему вознаграждению сравнимы с совершением хаджа и умры. Для того, чтобы мы, оставшись в этом году без хаджа и умры, не унывали, а старались преуспеть в совершении благих деяний, хочу привести, рассказать о пяти деяниях, которые сравнивают, которые сравнят каждого того, кто не попал на хадж и умру, в вознаграждении с теми братьями и сёстрами, которые совершают эти поклонения. Первое. Это твёрдое намерение совершить хадж и умру. Многие имели твёрдое намерение, были намерены отправиться на хадж. А некоторые даже сделали всё возможное, всё зависящее от себя, совершить этот хадж, но возникли независящие от них обстоятельства и не отправляются. Эти люди получают полноценное вознаграждение за совершение хаджа и умры. Так сказано во многих хадисах посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Так же, как и любой другой раб, который был намерен совершить тот или иной богоугодный поступок, но ему это не удалось из-за причин, которые не зависят от него. Эти люди получают полноценное вознаграждение за то деяние, которое им не удалось. Но которое они были твёрдо намерены совершить. То есть намерение на благое деяние дарует такую же награду, как за совершенное благодеяние. Следующее. Молитва луха. Вы многие слышали о великой степени этого поклонения, этой добровольной молитвы. В хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, от Абу Умама, ради Аллаху анху, передаётся, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал тот, кто вышел, иля тасбихи луха, то есть для совершения молитвы тасбихи. Речь идёт о том человеке, который вышел из дому и отправился в мечеть, чтобы совершить молитву луха. Ла ян сыбуху и ля и яху. И которого двигала, то есть которого подняла из дому, именно эта молитва и совершение её именно в мечети. Этому рабу будет записано, «Фа-аджруху ка-аджрил-му'тамири», сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Его награда подобна награде, совершившего умру. Следующее совершение предписанных молитв в мечетях. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, от того же Абу Умама, ради Аллаху анху, передаётся, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман хараджа мим байтихи мутатахиран иля салатим мактуба, фа-аджруху ка-аджрил-хаджил-мухрими». Тот, кто вышел из своего дома, совершивший очищение на предписанную молитву, его награда подобна награде, совершившего хадж, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Следующее благодеяние, которое приносит рабу вознаграждение, сравнимое с вознаграждением хаджа и умры, это доброе отношение к родителям. Однажды к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, подходит юноша, желая участвовать в джихаде, и сказал, «Я, Расуль Аллахи, инни аштагил джихада». У посланника Аллаха, я очень хочу участвовать в джихаде. Но у меня нет этой возможности. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ему сказал, «Жив ли кто-либо из твоих родителей?» Он ответил, «Мать». Посланник Аллаха сказал, «Прояви богобоязненность в отношении матери». «Если ты это сделаешь, то есть будешь добр к своей матери, почтительен к ней, то ты совершивший хадж, совершивший умру и участвовавший в джихаде». А когда тебя зовет твоя мать, будь богобоязнен, ответь на ее призыв и прояви к ней доброту. Следующее, дорогие братья, совершение утренней молитвы в джамаате и задержка после совершения коллективного утреннего намаза на том же месте до совершения молитвы духа. То есть не покидая место совершения утренней молитвы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Тот, кто совершит утреннюю молитву в джамаате и затем сел на месте своей молитвы в состоянии поминания Всевышнего Аллаха, до восхода солнца, и затем совершил двухракатную молитву духа, ему будет вознаграждение, подобное награде, совершение хаджа и умры совершенной, совершенной, совершенной. Да поможет нам Всевышний Аллах преуспевать в богоугодных делах и в поклонении Ему, и простить нам наши грехи. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.